Я пока без камеры буду. Хорошо. Всем добрый вечер, уважаемые партнеры. Очень рада всех видеть. Вот буквально, я не знаю, даже суток не прошло, как мы с вами попрощались, а мы уже скучаем. Очень рада была эти два дня провести в кругу вас, в кругу огромного количества единомышленников. У нас сегодня постпромоушен форуму ДНК «Лидера-2.2». Это два незабываемых дня. И мне очень хотелось бы, чтобы вы сегодня поделились своими эмоциями, особенно те партнеры, которые были впервые, которые впервые соприкоснулись с таким мероприятием, которые впервые приехали, увидели лидеров, увидели президента, увидели масштаб компании «ЭПЛ». Просто расскажите, что же вам больше всего понравилось и какое ваше следующее мероприятие. У меня огромнейшая просьба. Поднимайте ручки, и я по тому, кто будет как поднимать ручки, буду вам давать слово, и вы будете рассказывать, что же вас зацепило, кто же вас больше всего зацепил, что вам больше всего понравилось, и почему вы решили именно поехать на этот форум. Давайте, открывайте микрофончики, открывайте камеры, давайте будем показывать свои лица, заряженные, счастливые, и будем делиться с теми, кто по какой-то причине не смог присоединиться к нам на этот форум. Давайте, открывайтесь. Кто хочет начать? Кто хочет открыть такой парад? Парад даже не результатов, но, в принципе, это тоже результат, потому что кто-то остался дома, кто-то поехал. Это действительно такой результат ваших действий. Давайте, присоединяйтесь. Кто готов? Кто готов делиться? Ну что ж вы, 28 человек, и никто не готов делиться? Готов. Вот прошу прощения, но мне очень-очень хотелось бы знать мнение Алены Форш. Потому что она там с пятницы была, начиная с оформления, если, конечно, это возможно. Дадим абсолютно каждому, кто захочет. Да, давайте, кто может, открывайте микрофончики. Может, даже не тот, кто был первый раз, для того, чтобы другие осмелели. Галь, давай, я смотрю, ты прям потянулась к микрофончику. Открывай. Ты имеешь в виду меня? Ну, конечно. Конечно, девушка в полосатом купальнике. Окей, ну, у меня немножко сегодня эффект речи, да, я от зубного, поэтому еще укол не прошел до конца. Если будет все хорошо, я вам, конечно, поделюсь огромными эмоциями, потому что они зашкаливают. Это один из лучших форумов, который, наверное, я посетила. Ну, не я, а мы, да, так как семейная пара, мы с Артуром, в принципе, всегда вместе на всех таких больших мероприятиях. Поэтому в каждой стране по-своему, а у нас лучше всех, как говорят, да. Да, у Ирины Войтюк с ее командой, конечно, удалось сделать такое масштабное, большое такое мероприятие. Вот она действительно показала, как они с командой это вот воплотили, да, все свои мечты здесь, все, что они хотели. Они нам показали, они пригласили людей. Было из нескольких стран, это тоже было, ну, очень приятно, да. Не только здесь в Германии, ну, Германия была на форуме, но и с других стран. Мы в хотеле жили с литовцами, да, там, они на целую неделю приехали, такие очень дружелюбные, нам тоже с ними было очень интересно общаться. Поэтому мне понравилось вот начиная от, как только мы подъехали от этого большого здания, да, как вот все было, начиная, наверное, от этого порога, от фотозоны, где Куликовая, семья Куликовых уже нас приветствует, да, прям было здорово. Ну, и, конечно, там было все, все продумано до мелочей. Это, конечно, большого стоит, дорогого стоит, да, когда действительно никто не был голодный, как иногда бывает у нас, да, что разобрали по-быстрому, все досталось, было все это в пакетиках, предусмотрено для каждого партнера, для каждого гостя. Ну, не знаю, ну, настолько было все ярко, это можно говорить, говорить, переживать, да, эти все эмоции по-новой. И «Октоберфейс» был очень замечательный, была музыка, ну, это вообще что-то. Прям вот танцевалась, прям не сиделась на месте, и хотелось только вот именно наслаждаться этим вечером. Маленький минус, да, могу сказать, что я не, ну, вернее, мы не побывали на встрече с Куликовым. Во-первых, мы не знали, да, нам никто об этом не сказал, и я узнала только по приезде домой почему-то. Никто об этом не обмолвился, даже не сказали, что это встреча была. И я не могла понять, когда она была, с кем была, в какое время, пока уже не выяснилось. Вот этот был для меня маленький минус, потому что, ну, как бы, если все, то все, да, на встрече должны быть. Мы никуда не торопились, мы были там, мы вроде всех спросили, все сказали, мы домой расходимся, мы расходимся, каждый в своем хотеле, поэтому каждый, наверное, в свое время это собирался и уезжал. Ну, а так, спикеры были вообще бесподобные, очень много для себя я услышала. Была прям сильно горда за вас, как вы, вот, Надежда с Виталием, это действительно высший пилотаж, когда вы уже свободно, красиво доносите до людей очень важные вещи. Ну, приятно всегда слушать, и прям вот действительно думаешь, наши, наши, как Лариса с Андреем, ну, это вообще трогательно было. Вот действительно до мурашек. Я им говорила лично, что мне очень понравилось их выступление. Ну, все выступили по-своему очень хорошо, мне каждая затронула душу, и у каждого была своя тема, и мне было очень интересно это все услышать еще раз, в чем-то разобраться, понять. От Светланы Разиной, да, столько было интересного. И местами стыдно было, да, когда на себя примеряешь, о чем говорят, думаешь, ну, да, вставай и делай больше, и будет результат другой. Поэтому, конечно, каждый для себя услышал то, что хотел услышать. И когда президент, когда он выделил столько времени для нас, это было, конечно, наверное, каким-то знаком, что все-таки мы ему не безразличны. Обычно он на форумах в других странах, как помнится, да, на 10-15 минут всегда выходил. Но здесь он действительно час, там, Касплана Разина сказала, час и 10 минут для нас выделил. Ну, это было круто. И когда еще пожал руку, мы с Артуром говорили, ну, все, теперь мы даже мыть ее не будем. Так было приятно, что, да, нам еще и руку пожали, медальку, как семейная пара повесили. Было здорово. Подарки были шикарные, дорогие у Ирины, да. Мы тоже, конечно, это все оценили. Наверное, там каждый ушел с каким-то подарком, потому что дарилась, дарилась и дарилась, и дарились очень хорошие. Я не знаю, кто там финансировал ее, но это было, конечно, круто очень. Это тоже было таким большим плюсом. Ох, даже не знаю еще, что можно говорить. Можно говорить много-много, каждую, не знаю, там минуту расписывать. Наверное, кто-то еще может добавить. Ну, наверное, все. Да, конечно. Да, Галь, благодарю, что ты оценила все это мероприятие, масштаб мероприятия. Очень жаль, конечно, что вы не услышали. В принципе, все знали, что будет встреча с президентом. Это у нас уже идет дискуссия уже, наверное, на протяжении месяца, что мы добивались этой встречи. И мы очень рады, что мы добились этой встречи. Это всегда оговаривалось в лидерском чате. Поэтому, ну, ничего страшного. Будут еще форумы, будут еще встречи. И я думаю, что то, что он вам пожал руку, это, видимо, был тот бонус. И вы, видимо, зарядились настолько, что от счастья просто все остальное забылось. Поэтому ждем следующей встречи и, да, в добрый путь. Потому что Сергей Сергеевич не каждому в этом зале пожал руку. Да, поэтому, ну, оцените этот момент, переосмыслите. Очень здорово, что ты говоришь, что иногда было стыдно, потому что мы, знаете, очень часто мы с Италием, когда раньше делали свои первые шаги, когда выступал, например, кто-то из наших наставников или выступал какой-то спикер и говорил какие-то вещи. И когда ты узнаешь себя, то это именно та фаза роста. Это очень круто. И я тебя с этим поздравляю, потому что не каждый себя узнает. Это очень круто. Благодарю тебя. Видела, что Марина Браун-Телешевский поднимала руку. Не знаю, насколько это актуально. И, пожалуйста, тогда следующий прям поднимайте руку. Вижу, что Алена включила камеру. Очень рада тебя видеть. Да, поднимайте. Кто следующий? Открывайтесь. Так, Марина с кем-то говорит. Видимо, она сейчас не может. Ален, включайся. Да, ну можно тогда я скажу быстренько. Я просто детей укладываю спать. Быстренько скажу. С удовольствием. Ну, действительно, да, я уже приехала в пятницу с Мариной Битнер. Она меня взяла с собой. И я как уже с пятницы была там во все. Помогала чуть-чуть оформлять уже. Я все видела. Все эти как шары надувались. Здорово было. Ну, про форум хочу сказать. У меня мысль уже давно была. Туда, как хочу то, чтобы поехать. Но как-то вот не получалось все. Да, и то одной как-то ехать, то машины не было. Все думки были с кем и что и как. Но мысль все равно не покидала. Да, и так получилось то, что вот Марина меня взяла. И в последние, ну как, за сколько там? За две недели я, по-моему, да, взяла? Нет, за три недели билет взяла. И то, что это здорово, то, что Марина меня согласила взять. Благодарна ей очень. И все-таки попала. Ну, вот как-то мечты сбываются, да? Думаешь, думаешь и попадаешь туда. Ну, о форуме хочу сказать. Ну, впечатление до сих пор есть. Первый форум здорово. Все спикеры хорошо рассказывали. Все просто замечательно было. Музыка, оформление. Фотографы ходили постоянно, да? Всех фотографировали, снимали. Вот эта вот вечеринка, особенно баварская. Все очень просто здорово было. Ну, я как вот Галина хочу тоже сказать. Я не попала, да, на встречу с президентом. Ну, так получилось то, что пропустила ее. Но я говорю, ничего страшного. Зато будет, наверное, цель. Встретиться еще раз. Еще раз поехать. Может, на круиз следующий год. И там встретимся обязательно. Поставить просто цель себе надо. Ну, так вот как-то. Что тебе больше всего понравилось? Что больше всего понравилось? Что больше всего понравилось? Ну, даже вот сказать не могу. Все понравилось. Все понравилось. Все понравилось, да? Все. Выступление спикеров, это было... Это просто было замечательно. Ну, как ты слушаешь, да? Вот постоянно вот выступления, но там ты все равно берешь что-то новое еще для себя. И все равно что-то откладывается. Да-да. Чем чаще слушаешь, тем больше откладывается. Правда? Да-да. И тем больше охота как-то работать. Да, мотивация самое главное, мотивация. Отлично. Отлично. Нет, я не повелела, что поехала. Было очень здорово, классно было. Хорошо. Какое твое следующее мероприятие? Ой, ну вот, меня зовут на день рождения. Я бы тоже с удовольствием бы съездила на день рождения, но не получается, к сожалению. Я бы с удовольствием бы с Екатериной поехала бы, но вот посмотрим. Работа мешает, да, ездить на мероприятия? Работа мешает, да. Работа мешает. Если работа мешает наслаждаться жизнью, надо менять эту работу. Надо менять эту работу. Хорошо, хорошо. Благодарю тебя. И очень ценно то, что ты была впервые, ты не постеснялась, не побоялась. Одна, без команды, без мужа, просто села, приехала. И огромный привет Саше. И благодарна за то, что он тебя отпустил в такое дальнее путешествие. Благодарю. Да, отпустил с трудом, но все-таки отпустил, да. Да, поэтому это тоже очень ценно, поэтому ему огромный привет. Да, да, в следующий раз сказал то, что поедем вместе. Круто, круто, круто. Я ему еще сказала, говорю, семейные пары. Это было просто эффектно так, что столько много семейных пар, еще и президент поздравлял. Я ему это видео показала. Я еще говорю, вот, пропустил. А мог бы быть сегодня с медалью. Да. Да, да. Отлично, благодарю тебе. Да, кто еще хочет поделиться своими впечатлениями о форуме? Открывайте микрофончики прям. Давайте я скажу. Да, ну, я уже сегодня утром делилась и в отзыве, и на лидерском, да. Да, ну, для нас это не первый форум. Мы уже, сейчас даже не скажу сразу, сколько их посетили. И президента мы не первый раз видели. У нас даже есть фотография, где он нас обнимает. Но все-таки это было по-другому. И мы очень, ну, верно, с удовольствием ездим на мероприятие, потому что это действительно сегодня, особенно в нашем мире, это как глоточек свежего воздуха. Потому что даже новички, и слышала не раз уже, даже в последней академии, что вот они прям были в шоке, куда они попали. Потому что вот столько любви, столько вот все так любят друг друга, обнимаются. И, да, и этот форум действительно был очень-очень красивый. Уже даже при входе в зал там все эти фотозоны. Ну, команда Ирины Войтюк, они поработали на славу, прям в мелочах все было продумано. Это было, конечно, очень-очень здорово. Ну, спикеры, конечно, тоже были подобраны. Ну, просто вот даже слов не хватает. Да, и что интересно, что я узнала, они даже не сговаривали, им не были даны темы, они даже не сговаривались. И все-таки каждый рассказал что-то новое, что-то свое, и со своей изюминкой было очень-очень интересно. Но мне, я уже говорила, самые яркие для меня были спикеры, это были наши премьер-директора Виталий и Надежда и Лариса с Андреем. Знаете, может быть, даже потому, что они выступали вдвоем. Да, мы были единственные две пары, которые выступали как семейные пары. Вот это, наверное, тоже вот играет очень большую роль. И еще мне понравилась вот лидер с Грузией, Дамуна, да, ее зовут? Я забываю постоянно. Очень. И действительно, каждый спикер, он вот в каждый вложил свое выступление, частичку своей души, да. И вот каждый прям хотел вот нам что-то передать, и очень многим это удалось, особенно нашим лидерам. Вот действительно, и вот такие выступления, такие вот, как по-русски-то слово, такое обучение, оно очень дорогого стоит. Это действительно просто за те деньги, на которые мы попали, которые, может, кто-то пожалел даже поехать в время, это вообще ничего. Это потому что мы получили там намного больше. Вот сейчас уже кто, Алену сказали, Галина, нас одаривали подарком. Там действительно никто не ушел без подарка. Ты зашел, тебе уже пакетик дали. Там книжечка, там вот этот вот буклет, да, бьюти-вечеринка, она стоит денег тоже, если ее покупать. Там у нас водичка, там у нас авторучки красивые, да. Ну вот уже здесь начинались подарки. Мы получили подарок, медаль и подарок просто за то, что мы сделали круиз. Мы получили подарок и медаль за то, что мы семейная пара. То есть там были подарки на дни рождения и семейным парам, да, а лотерея. Вот самый классный последний подарок получил наш национальный директор Лариса Нагель. Мы были очень-очень рады за нее, правда, Наташа Егель? Мы прям так аплодировали, так радовались за нее. Все было очень-очень, да, здорово. Ну и, конечно же, фишечка, это вот был наш президент. И я уже сказала, я его не впервые видела и были уже даже в одном рауме и фотографировались. Но в этот раз это было по-другому. Вот я не знаю, я даже не могу описать. Я уже говорила сегодня утром, что мы можем кричать, орать, плеваться, как это было классно, здорово, но мы не сможем это передать, потому что тот человек, который там не был, он не поймет. Вот сегодня утром одна женщина тоже говорила, что... Она говорит, я раньше не понимала, почему все говорят, что он такой классный, что его все любят. Они все рассказывают, рассказывают. Я думаю, что, блин, что такое президент и президент? Но она побывала сейчас на форуме, и она говорит, я поняла, я поняла, почему они так говорят. Поэтому мы можем очень много говорить и рассказывать, как это было красиво, как это было красочно, и какие подарки. И, ну, когда сами вы не побываете там, вы просто нас до конца не поймёте. Поэтому я вот всем, каждому желаю просто посещать такие мероприятия, потому что эти деньги, что мы вложили, ну, это ничего по сравнению с тем, что мы получили. И когда мы инвестируем в себя, ну, своё время в себя, да, деньги в себя, то это на сегодня, вот особенно на сегодня, это самые лучшие инвестиции. То, что мы получили вот эти вот впечатления, да, это у нас уже никто не отнимет. Если мы там купили какую-то безделушку, да, она сломалась или выкинули, или, я не знаю, тут наводнение, пожалуй, пропало, всё, нет у нас. А вот эти вот моменты у нас уже никто не отберёт. И вот эти знания, что мы получаем, эти эмоции, этого у нас никто уже не заберёт. Поэтому я желаю каждому посещать такие мероприятия, потому что это действительно очень дорого стоит, и просто надо на себе это через себя это пропустить, увидеть, почувствовать, и тогда вы будете нас лучше понимать. Благодарю, Марина, это действительно очень ценно, инвестиция в самого себя. Это то, что ты можешь взять всегда с собой, неважно в какое путешествие, неважно в какую страну ты едешь, это всегда с тобой. Это очень здорово, благодарю тебя. Вижу, что Оксана Миляева подняла руку. Оксана, пожалуйста, тебе слово. Дрезден на связи. Следующий, кто хочет говорить, пожалуйста, можете тоже поднимать ручку. Я вам обязательно дам слово. Привет, привет. Всем здравствуйте. Я на работе, поэтому я коротко. Не могла просто эмоциями не поделиться. Я первый раз на таком событии, да? И вообще эмоции зашкаливают. Очень все красиво так было. Замечательно вообще. Само оформление, только заходишь в прихожую, да, скажем так, уже впечатляет. Оформление. А зал. Люди, все красивые, все веселые, все такие счастливые. Замечательно прям. Лица только радостные. И мы хоть с дороги, мы ехали ночь целую. И уже не хочется спать, и хочется тоже смеяться, и совсем здороваться, обниматься. Вообще организация была на высшем уровне. Мне понравилась очень дружная команда Ирины Войтюк. Они все были сплоченные, все вместе, все как-то собрано все. Один за одним. И мне это очень впечатлило. Спикеры, да, много интересного, много подчеркивали, да, что для себя, что-то можно подчеркнуть, что-то взять для себя. Где-то начать, да, задумываться, что ты делаешь правильно, что нет. Очень интересно было, да. И, да, когда мы сидели уже после обеда, да, так в плане стоит, президент должен был в одиннадцать выйти. Ну все, мы с Людой Ивановым такие, наверное, все, не будет, уже время много, наверное, не смог. И когда он вышел, это были такие эмоции, что не передать. Это было действительно очень эмоционально, очень. Вечеринка очень понравилась, да. Все тоже красивые танцевали, музыка живая. Ну просто, я не знаю, я волнуюсь, мне очень, очень было здорово. Я на такое мероприятие бы еще не раз ездила. И хочу, чтобы наша команда Дрезденовская больше ехали, намного больше. Да, и люди, которые уже там встречаешь, кто-то знакомый, с кем-то с новым знакомишься. Ну, просто впечатление на высшем уровне. Здорово, 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 Оксана, очень круто. Скажи, пожалуйста, какое твое следующее мероприятие? Надя, не могу сказать, у меня все зависит от работы. Еще одна, еще одна, и работа мешает путешествовать. Да. Хорошо, я тебе очень благодарна, что ты приняла решение. Буду с удовольствием, да, принимать участие, по возможности буду ездить. Отлично, отлично, благодарю тебя. Галина Преслегин подняла руку, о, как здорово, один заканчивает, другой поднимает. Галина, пожалуйста, вам слово. Всем добрый вечер. Добрый. Я под впечатлением сегодня с утра. Вчера до ночи все просматривала подарок, я получила карпатинную папочку, все документации там все новое просматривала. А самое что, вы знаете, такое ощущение, вот как уже говорили предыдущие, не передать вот это все словами, что там ты получил. Вот это одно присутствие, когда мы были в комнате с Сергеем Сергеевичем, это было, вы знаете, словами это ощущение не передать, оно все внутри, какое-то не твое становится, сжимается сердце, и так оно трепещет. Я говорю, вот такие все ощущения, эти никогда не передать словами. Надо быть на событиях. И вы знаете, я все записывала, что говорили. Я еще до отца убрала тетрадь свою, ну свою, я не знала, там будут, что какие-то, все даже разные эти пакетики дают. Сама я никогда не была на таких больших событиях. Поэтому я свое взяла. И я все записывала. Потом я подошла, чтобы Надежда и Виталий мне сделали пожелание, попросила. Я писала, писала, потом думаю, а где же они мне будут писать дальше? Я давай в ту тетрадь пишу. Не попросила, что это самое. Я вам очень благодарна за ваши пожелания. И вот когда я перечитывала вечером вот эти все пожелания на Лариса с Андреем, ну я ко всем подходила, вот кто информацию давал, я у всех брала автографы. Вы знаете, вот даже вот ощущение вот от этой подписи, от этого всего, такое идет, я не знаю, я ощущала это по-своему, но я по-другому ощущаю это. Такое блаженство, думаю, господи, Галя, да надо быть на всех событиях. Все, жетон провалился полностью. Я ожила полностью на 150, даже могу сказать на 200. Я вся в работе. Я марафон записала, сразу все задания я утром выполнила, все сразу, что там даваясь. Так что вся энергия от меня пышет. Так что я благодарю, 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 мои хорошие. И я вас очень-очень люблю. Пусть еще кто-нибудь скажет. Да, Галин, благодарим. И да, так как это было ваше первое мероприятие, я вам просто желаю для того, чтобы вы смогли сравнить это мероприятие с другим, обязательно посещайте все мероприятия, чтобы понимать, что каждое мероприятие дает совсем другое осознание. И пусть у вас этого осознания хватает для того, чтобы не только записаться в марафон и сделать домашнее задание, чтобы строить огромную международную команду. Я вам это от всей души желаю. Ирочка, вижу, что подняла руку. Слово тебе. Такие у них были платья, такие у них были костюмы, шитые собственными руками. Такие прям красотки-красотки. Здравствуйте. Очень много опять всех видеть. Вот, Надежда, вы правильно сказали. Вроде еще даже суток не прошло. А уже соскучились. Да, уже соскучились и столько эмоций. Конечно же, вот эти все эмоции, полученные на этом форуме, мы переживаем до сих пор. Там где-то созваниваемся, обсуждаем, вспоминаем. Действительно, это так. Такое большое событие, такой большой форум у меня был первый. Ну, я, конечно же, уверена, что не последний. Потому что это очень заряжает, это прям, ну, очень дает энергии. Было очень интересно, было очень красиво. Цвет дресс-кода и оформление, цвет бьюти великолепно. Все так классно сочеталось. Вообще, оформление зала, оформление флюра было просто великолепным. И, зная, сталкиваясь с оформительной работой, я представляю, сколько там вложено труда. Вот. Спикеры. Да, очень интересно, очень познавательно. Некоторые могут сказать, что, ну, вы же это все уже слышали, вы же были на ББСах, вы же все это слышали, зачем вам слушать это по нескольку раз? Хочу сказать, что каждая информация, даже каждая тема, которую ты слушаешь один, три, пять раз, все равно ты подчеркиваешь для себя каждый раз что-то новое. Это не проходит у тебя бесследно, и все равно что-то новое ты узнаешь. Надежда Виталий, как вы красиво открыли второй день с этой песней. Вообще прям великолепно, великолепно, так красиво, прям браво. Очень-очень понравилось. Записали песню, и вот сказали, что это наша гордость, это наши высшие спонсоры. Вот, классно. Ну, дискотека в стиле Октоберфест, это вообще прям бомбически, это классно, это столько энергии, столько, ну, опять же, столько эмоций, столько настроения. Очень-очень здорово. Про платье, про костюмы, вы сказали, что костюмы красивые. Ну, это, конечно, моя мамочка. Она, когда мой костюм наполовину дошила, я говорю, ты моя волшебница. Я просто не представляю, как вот это все можно сотворить, такую красоту. Ну, очень довольна. Эмоции останутся еще надолго. Помню только плюсы. Даже если во время форума там и были заметны какие-то там минусы, там что-то, ну, вот как, все равно каждый для себя видит и то, и то, да. Ну, сейчас вспоминается только хорошее все. Здорово. Спасибо большое. Да. Ирочка, благодарим тебя за комплимент. Это действительно очень важно, очень ценно. Очень рада, что вы действительно посещаете все мероприятия, что вы идете в новую с компанией EPL, что вы развиваетесь, что вы просто как промокашки все впитываете и выносите из каждого мероприятия только позитив. Очень-очень здорово. Да, ну, я не знаю, хочет ли мамочка сказать, но я думаю, что мы сразу же дадим мамочке слово. Да, я думаю, хочет. Хочет, да, поэтому поднимайте ручки. Лена не подняла, но я, да, даю вам слово. Лен, пожалуйста. Да, да включите микрофончик. Она прям руку тянет. Включите микрофончик, и все получится. Не может включить микрофончик. Так. Ну, пока мы Елене включаем. Ну, в принципе, я включила. Администратор может помочь, может быть, ей включить? Да, я включаю, но почему-то... Давайте пока мы Елене включаем микрофончик, кто-нибудь другой, берите микрофон. Ирина, вы включились, значит, говорите. Придется. Ну, естественно, я с большим... Во-первых, я собиралась совершенно определенно. У меня был жесткий план, что любой ценой я туда еду. На последнее... Мое первое большое мероприятие ВПЛ – это был день рождения компании. Я уже понимала, что на большой форум я не пропущу. Тем более в Германии, тем более с таким вызывающим названием. ДНК-лидера. Интригующее очень. Очень большое мероприятие. Это такая куча работы. Это, конечно, колоссальная. По-моему, не очень большая... Я вот так вот всех интерно там не знаю нюансов, но мне показалось, что не такая большая группа все это поставила на ноги. И поэтому, конечно, это уникальная совершенно ляйстунг, уникальное напряжение и силы, которые были в это вложены, и результат, соответственно, на такую публику, на 300 человек все это организовать. Честно говоря, я когда-то в детстве занималась организациями, можно там немножко поговорить. Мне тоже было очень жалко. Лариса, конечно, пыталась нас о чем-то проинформировать, но это уже не могло получиться. Да, Лариса, ты уже меня отругала чуть-чуть, вот что я недосягаема. Естественно, шумно, все встречи... От любви, только от любви. Да, все были заняты, то есть все 300 человек, по-моему, на этом форуме были чем-то заняты. Лариса мне потом рассказала, что где-то она стояла рядом со мной, я никого не видела, не слышала. Со мной приехала моя партнерша, это моя первая партнерша, важная для меня, лично приглашенная, да. То есть я каким-то образом чувствовала свою ответственность, плюс у меня были люди с марафона, с которыми мы марафон проходили вместе. Ну, в общем, какие-то встречи. Дрезденская моя команда, с которыми я тоже в ББС ездила. В общем, знакомые лица, знакомые лица, многое. Это радость, и такие лица все добрые, прекрасные, воодушевленные, успешные, подающие надежды и уже имеющие успех большой. Ну и, конечно, прекрасные спикеры. То есть вы наши звезды, фамилия Бертрам и фамилия Нагель. Это были звезды совершенно, которые не затмись было. Очень разные выступления, было очень интересно, очень разные. Вот это тоже была такая радуга, радуги не хватает тем цветом. Конечно, каждый спикер – это свое. То есть вот как хорошо поставленный спектакль, ничего однообразного. И действительно, ваши семейные пары, это вообще-то надо уметь. Я так, не знаю, мне так кажется внутри где-то интуитивно. Может быть, я ошибаюсь, это неважно в данном случае. Как вы умеете с семьями выступать? Вот обе семьи в разном ключе, с разными характерами. Как вы это можете так гениально выступать действительно парами? Это вот такого дорогого стоит, это так интересно. И это открывает больше, на самом деле, когда вы в разговоре. Ну, Андрей, конечно, там, то есть богатые тоже плачут или что там. Но это очень дорого. Нет, Кирочка, Урал тоже плачет. Ира, Урал, уральские парни тут. Нет, 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 а я тебе хочу сказать, что у меня вот отец был так вот из семейной жизни. Мой отец был очень жесткий, очень такой целеустремленный, очень такой человек, да. Но он плакал на индийских фильмах. Поэтому мужчины плачут, ребята. Мужчины, они тоже люди, и они плачут. Поэтому, так сказать, это такие очень-очень хорошие, очень дорогие моменты, которые сразу же вообще весь зал, наверное, не могут оставить равнодушными. Это очень дорогого стоит. Вот я сейчас уже начинаю, я вспоминаю это ощущение. Это чувствуешь сразу. Вот. Конечно, другие прекрасные тоже спикеры. Я очень люблю наших спикеров. У меня есть свои любимцы. Не буду сейчас делить. Ну, в общем, мероприятие, конечно, колоссального масштаба, интересное. Вот. Но потом я все-таки расскажу еще кому-то чего-то. Вот мне не хватало, мне не хватало, я все-таки скажу, несмотря на то, что мы… Я люблю как бы в интимной обстановке обсуждать, если можно, маленькую, маленькую, то, что вот мне помешало лично. Можно? Конечно, конечно. То есть на фоне того, что мне немножко не хватало, действительно, конечно, там все сдвигалось по мере, там президент позже пришел, и про президента сейчас вернусь еще к теме. Вот. Да, немножко вот не хватало ясности, что будет. Где фотографироваться, когда, с кем это какое-то все, ну, такое случайное получалось. Слава богу, что-то состоялось. Куда-то, где-то мы пробегали, где-то кто-то по дороге что-то сказал. Слава богу, действительно, я рада. Было бы жалко, если пробежал мимо всего этого. Все-таки на память что-то хотелось, конечно, оставить, безусловно. Вот. Вот это вот мне не хватало. И так же вот с тем же завтраком. То есть пакетик дали, но было не очень ясно, какой там внутри талончик, где там эта комната с завтраком, пока кто-то тебя за руку отвел, пару закоулков. Ну, вот для меня лично, так сказать, я требовала все время каких-то проводников для себя. Так, может быть, какие-то бы указатели я бы там поставила. Но это так, то, чего мне, господи, никто бы не сказал, я бы никогда не узнала об этом. Вот. А президент вообще интересный. Я картинки его видела. Естественно, это была моя первая встреча. Не встреча, ну да, и встреча тоже на встречу. В результате тоже пришли мы потом с опозданием. Вообще президент, конечно, интересный, но самое это смешное, что он ужасно, ужасно, ужасно похож на моего собственного родного племянника. И вот это мне прямо смотрю на него как родной племянник. То есть для меня это вообще колоссальная накладка идет. То есть он чуть-чуть повысший рост, но вот его манеры, так я все это понимаю, потому что все это с детства я растила. Они в похожем возрасте тоже. В общем, это, конечно, для меня было особое впечатление совершенно. То есть я смотрела влюбленными глазами, потому что единственный родной, любимый племянник, которого мне в Германии не хватает. То есть для меня это было такое раздвоение сознания полностью. Ну да, вот здорово они похожи с моим племянником, и манеры, и приколы. Вот это просто был какой-то ужас. Для меня так бы подошел, обнял, поцеловал, а нет, это президент компании. Вот. Ну вот такие впечатления. Конечно, колоссальное мероприятие. Ждем следующего. Следующий я собираюсь в Гладбах, четвертого. Увидимся. Вот. Так что большое спасибо. Но мне кажется, ну вот единственное хочу сказать, что на таком мероприятии мы должны больше помогать организаторам. Вот что. Мне кажется, что они на грани своих возможностей там много-много работы перелопатили, особенно с оформлением и так далее. То есть тут нужно как-то нам тоже помогать и больше участвовать, тем более в таких масштабных делах. Ирина, огромнейшее вам благодарность. Ну про любовь я уже все рассказали. Я вот это все любви было столько, что мы уже там вслепую всех ходили, с кем-то обнимались, беседовали, все. Это я полностью к этому всему присоединяюсь. Соединяюсь, это колоссальный эмоциональный и заряд, и отдача, и обмен. В общем, конечно, надо бывать, надо ездить, а тем более на такие огромные мероприятия, где приезжает вся Германия, где так или иначе мы знаем многие друг друга. То есть очень приятно вот эти знакомые лица, которые так редко видишь, единомышленники. Так что здорово. Спасибо большое всем организаторам и участникам, кто доехал. Говорят, кто? Для того, чтобы здоровым быть, надо 8-10 раз, 8-12 раз в день обниматься с кем-то. Так что мы там пополнили здоровье. Ирина, вам надо было просто спонтанно подойти и обнять президента. Поверьте, он бы даже не удивился. Я потом, может быть, принесу фотографию, просто действительно, для меня это будет, понимаете, смотрю, как будто бы мое пришло, ну, с детства, с месяца там. Вы знаете, это, наверное, у нас, потому что очень многие нашего президента с кем-то ассоциируют. И получается, что когда человек тебе близок, когда ты чувствуешь вот эту теплоту от этого человека, всегда с кем-то у них... Вот кто-то, говорит, на сына похож, кто-то, говорит, на зятя похож, кто-то, говорит, вот просто вот мой-мой-мой. И в вашей ситуации, конечно, я думаю, что уже он бы не удивился, потому что за эти 12 лет, которые он строит компанию и пел, было разное. Поэтому я думаю, что... Я бы на его месте удивилась, например, поэтому я себя держала в руках. Здорово. Главная цель, которую вы достигали, то, что вы говорите, вы где-то не могли что-то найти, главная цель. Поэтому все очень здорово, и мне очень понравилось ваше такое вот умозаключение. Мужчины тоже люди, да, мужчины, вы тоже люди, поэтому имеете право на эмоции, и это очень круто. И вчера я тоже, Андрей, сделала комплимент, я сказала, когда у мужчины... Это ему... То есть, он в большом... Да, конечно. Действительно. Вот, Ларочка, цените это. Это такое золотое, понимаете. Кладезь. Это очень круто. Очень круто. Это большое признание того, что действительно происходит что-то очень важное для его души. Поэтому, мужчины, плачьте, если вам хочется, мы будем вам приглашать. Да, мы доценили. Конечно, конечно, благодарю. Да, следующий, кто хочет следующий поделиться? Вижу, у Лены включен микрофон. Лена, вам слово. Вы меня слышите, да? Слышно? Отлично. Отлично. При том, при том, что вы в Дрездене. Да, в первую очередь, я хочу прилюдно, при всех поблагодарить Надежду за то, что она меня смогла убедить ехать на форум. Я считала, ну, раз я еду на ВБС, то уже достаточно мероприятий, может быть, в этом месяце. А Надежда такая удивленная. Да как? Там же будет сам президент. Ты должна оттуда ехать. Ну, и поехала. И не только одна, а еще и с дочкой. Да? Конечно, восторг полный. Я сегодня не могла ничем заниматься, никаких дел делать, потому что я ходила, вся была в этих мыслях. Пришла моя мама, а я не могу с ней разговаривать. Я хожу вот с этой вот бумажечкой и думаю, вот это вот мне надо, вот это вот мне надо, вот это вот мне надо. И вот это я хочу сказать, и этим я хочу поделиться. В первую очередь, это получилась большая учеба для меня. Я слушала спикеров, ну, почти всех, вот с такими огромными ушами. Каждое слово пыталась запомнить. И я благодарна нашим спикерам, которые говорили картинками. Очень хорошо получилось у Ларисы и Андрея. Очень замечательно получилось у Надежды. И обратила внимание на то, что спикеры были очень креативны в этот раз. Очень. Действительно, сейчас передо мной сказали, что все выступления были разными. Я для себя делаю вывод, как нужно разговаривать с людьми, чтобы тебя слушали. Что не обязательно громко говорить, не обязательно тихо говорить. А помните, когда начал выступление Виталий, да? Когда он стал читать стихотворение, заповедь. Мне кажется, в зале такая наступила тишина. Ведь он говорил таким тихим голосом, таким вот спокойным, проникновенным. Аж мурашки были по коже, да? Вот как надо наносить свои мысли до слушателей. Классно. Мне это очень запомнилось и очень понравилось. Понравилось Ларисы на выступление и Андрея. Я уже им в личку даже это сказала, лично. Говорю, вы знаете, мне так понравилась вот эта аллегория с утками, и с орлами, и с орлоутками. Это ж такая прелесть. Ведь на самом деле есть те, которые вот ходят и после каждого мероприятия только кря-кря-кря-кря, вечно недовольны, да? Есть такие, которые на мероприятия выкладываются, стараются, а потом тоже крякают. А хотелось бы быть орлами, правда? Хочу быть орлом. Хочу всегда гореть. И первое мероприятие, пусть оно будет маленькое, которое я уже сейчас наметила, это встреча с моей командой. Вот мы уже назначили встречу на следу с моей маленькой командочкой. У меня же совсем мало подписанных еще партнеров. Но, тем не менее, мне хотелось бы с ними поговорить и привезти им подарочки с этого форума даже. И вот это мне хотелось бы сказать. Этот форум стал для меня учебой. Как надо работать с командой. Кто произнес слова? По-моему, это девушка из Грузии. Что цветы не виноваты в том, что они завяли. Это мы виноваты. Мы не дали им должного ухода. Как здорово сказано. Вот такие примеры. Они же запоминаются и учат нас, как действительно все надо делать. Я обратила внимание на этом форуме, как лидеры общаются со своими командами. Я обратила внимание на Наталью Силин. Я ее вообще обожаю. Душа, душа человек. Ведь она все время была со своими девочками, со своими мальчиками тоже. И фотографировались они как-то. Все это проходило на глазах. А Ира Шилинг, посмотрите, она привезла свою команду. И тоже вот как вот такая квотечка. Они все рядышком, все группочкой. Так мне это понравилось. Мне хотелось бы, чтобы в следующий раз наша команда тоже немножечко поближе были друг к дружке, чтобы не получилось так, чтобы половина попали к президенту, а половина не попали. Очень жалко. Еще свой восторг. Естественно, про оформление. Раз я всегда этим занималась, я просто позавидовала белой завистью. Какое количество баннеров. Скажите, пожалуйста, у Ирины Войтюк, наверное, на нее работает целая типография, да? Нет? Да. Все до мелочей. Все, да? У нее своя типография, да? Посмотрите, сколько баннеров. У партнеров. У партнеров есть своя типография. А, так вот надо знать, кого подписывать, да? Конечно, конечно, Елена. Да, да, да. Елена, вам такой маленький намек. Да. Первое, вот это же очень важно, как человека встречают по дружке, так вот по оформлению мы сразу должны поразить наших гостей. И действительно это у них получилось. Мы заходим сразу, вау, какая красота, да? И вот этот вот, и соблюдение дресс-кода, и баннеры, и эти фигуры президента. Ну это же так здорово, классно. Какие фотозоны? Действительно все это запомнится и надолго останется на память. Будет что посмотреть потом, через какое-то время. Замечательно придумали они все это. Ну и, конечно же, что я хотела бы отметить, это организацию. Вот кто-то заметил какие-то там недостатки. Вот исходя из того, какое количество людей было организовано и собрано здесь, да? 280 гостей. Вот я не нашла никаких недостатков, потому что каждый член команды, организаторов отвечал за свое дело. Я вот специально за этим очень сильно наблюдала. Каждый занимался именно своим делом. Кто-то отвечал за одно, за другое, за третье. Но при этом вся команда была как бы на подхвате. Где-то что-то не ладится. А раз смотрю, уже другие девчата подошли. Спикеры, которых я видела в ДСАУ, на сцене выступали. Тут смотрю, девчонки берут тарелки, эту помойку выбрасывают, какие-то остатки. То есть вот все равно людям было чем заниматься, лишь бы все общее дело прошло хорошо и правильно. Это вот просто нужно этому позавидовать. Потом я, к сожалению, не знаю еще всех фамилий Михеева. Вот двойная фамилия. Такая женщина такая. Пауэр Михеев. Да, 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 да. И я думаю, ну ничего себе какая строгая. Чего это она такая-то жесткая со всеми? А я сейчас понимаю, что нам бы в Дрезденскую команду тоже не мешало бы такого строгого и жесткого партнера заполучить. Потому что, ну что говорить, бывают у нас проблемы с дисциплиной. И, наверное, это вот нужно, чтобы кто-то тогда нас настраивал и помогал быть самодисциплинированным. Я хочу поблагодарить еще раз всех организаторов, всех спикеров. Хочу поблагодарить нашу Риту Донхаузер за то, что она, наша клевочечка, следила и за тем, чтобы нам было где поспать и где поесть, и чтобы все было вовремя и все было правильно. Большая благодарность всем. Ну, а те, кого я встретила на этом мероприятии, они уже все родные. Наша, Танечка Краснопольских, моя милая и любимая Ира Шилинг, Галочка. Вот насколько ты действительно выходишь оттуда с большущей любовью. Спасибо вам, девочки. Я всех вас люблю. Лена. До свидания. За отзыв. И я так понимаю, что ваша цель на этот месяц намечена, да, подписать типографию, да, и подписать человека дисциплинированно, да, с железной правилой, чтобы он мог вас строить. То есть вам не хватает милитаризации. Я поняла. Я думаю, немножко, да. Хорошо. У вас цель поставлена только вперед. Да. Ирина Крафт, вижу, подняла руку. Давайте вам слово. Ну, добрый вечер всем. Тоже хочу поделиться своими эмоциями, да. Ну, у нас праздник, да, не с того начала, да, что первый раз я на таком большом форуме, да, и как-то у нас так получилось, что когда мы зашли сперва на маратон, потом поехали на летнюю академию, потом раз какой-то там ДНК, какой ДНК, куда, подожди, мы еще не очухались от этого, вот. Вот Ира говорит, Ира Шиллер говорит, я тебя уже записала. Я говорю, ну, записала уже, ну, все, едем. Куда едем, зачем едем, не знаю. Но когда началась подготовка, так, дрейс-код, да, вот это подготовим, хорошо, все. Собралась команда, едем пять человек в машине. И это уже начался праздник, уже началось общение. Приехали, когда уже расположились в отеле, праздник начался дальше, или продолжается дальше. Вот, когда мы сидели в ресторане, с нами Эдуард Поль подошел к нам. Он посидел с нами, пообщался с нами. Познакомились с людьми, которые с Латвии приехали. Мы им помогли, так как они в другой стране не знают немецкого. Было так приятно. Потом, когда мы уже на форуме были, и там видим тоже тех людей, с которыми мы на марафоне познакомились. Они как родные стали, все. Потом смотрим люди. Это с Хамбурга, та другая с Хамбурга. Так, надо их познакомить, чтобы они вместе там куда-то поехали, там все. Уже вот это что-то, да, как-то объединяет людей, все. И когда мы пришли, конечно, в зал, когда, ну, уже у входа, уже начинаем, вот все это оформление, все эти фотозоны, и все, это тот цвет бьюти, который мы готовились, да, и зашли в зал, ну, это просто ах, когда еще мало людей было, эти стулья еще, все стояли ровненько, все бантики на месте, сцена, все, ну, это такие впечатления классные. Ну, вот, конечно, очень понравилось выступление потом все, все спикеры, все. А когда на второй день, Надя с Виталием, вы открыли второй день, да, а мы говорим, это наши, это наши, это наши, это так приятно было. А потом в перерывах, а вы видели, это наши пели. Это, знаете, такая гордость, правда, вот, не знаю. И первый день так насытил эмоциями, да, а когда на второй день, ну, действительно, Лариса с Андреем вышли на сцену, и когда Андрей так расчувствовался, я не знаю, у нас, видимо, от того, что эмоции, ну, нас наполнили, мы тоже наполнились слезами. Так это чувствительно, как мы все, как бы на одной волне все, все это так приятно, конечно, когда ты видишь знакомые лица своих, и мы, это наши, такая гордость. И все, сидели, когда лотерея началась, мы тоже с эмоциями переживали. Я и Ирина Шиллер, мы забыли наши карточки, мы просто их оставили в машине, и мы даже не помнили наш номер. Сегодня мы узнаем, что оказывается, у Ирины Шиллер был номер 214. Мне так жаль, что так хотелось, чтобы наши тоже получили подарки. Обидно немножко, но сами мы виноваты, что забыли наши карточки. Ну, это как-то от того, что когда уже в конце Лариса получила подарок, мы опять, это наши, с нашей командой. Так это было приятно. И вот те маленькие мелочи, вот как Ирина говорит, там не показали, там не рассказали, шильд не поставили. У нас как-то один пошел, чай попил, пришел, другим сказал, там чай пьют, там водичка стоит, там уже кушать можно пора. Как-то у нас команда, наверное, надо, чтобы было больше людей, когда друг о друге заботятся, и вот так классно получается. Голос сорвала, потому что разговариваю хрипло, ну вот хотелось, вот сколько эмоций было, да. И, конечно, когда президент вошел в зал, вот, ну, я стояла подальше, не получилось руку протянуть, но так хотелось дотронуться до него. Но когда, ну, мы очутились уже в бип-комнате, наша команда, когда мы сидели и с ним разговаривали, потом фотографироваться, просто набралась наглость и встала на стуле и держась за его плечо, придерживаясь, не держась, слегка придерживаясь, прикоснулась к великому и сфотографировалась. Ну, просто, не знаю, вот, настолько эмоции в другом моменте, может быть, так бы и не решилась, да, вот, а настолько эмоции переполнялись, что под общим, под общим каким-то вот эмоциональным фоном вот все это происходило как-то. Очень приятно, ну, прям, не знаю, то, что вот вместе как-то, не знаю, команда, да, вот потихоньку расширяется все, и вот эти вот праздники, они так насыщают и так дают энергию, и хочется вот дальше работать. Да, конечно, у нас сейчас 4 ноября происходит, будет происходить, надеюсь, праздник у нас в Мюнхенгладбах, хоть небольшой, да, вот, но начало будет, которые проводят Оля и Марина, да, вот, мы присоединяемся к ним, гостей посылаем на этот праздник все, вот, хочется, чтобы наши команды все вот больше и больше росли. Конечно, следующий праздник поедем на день рождения компании обязательно, вот, ну и присоединяюсь к Наде, Наде, так хочется праздников, правда, вот, и всем желаю, чтобы все были здоровы, да, и со всеми хочется увидеться на дни рождения компании и на других праздниках, и, конечно, удачи в бизнесе, все, спасибо всем за внимание. Галина, отлично, такой шикарный отзыв, и вы знаете, вы сказали, что вы подержали за плечо, вы просто представьте, что вы стали на минутку его опорой, а он вашей, и поэтому, да, немножко зарядились, обменялись энергией, я думаю, что это действительно такое вот обменно-энергное, да, и это именно даст вам вот такой вот потенциал к росту, и то, что вы там набирались, вы набирались опыта, и очень правильные слова, что нужно вести команду в большом количестве, чтобы люди тоже так же просаливались, чтобы люди так же понимали, окунались во все, во все это происходящее. Благодарю вас, и желаю, чтобы 4 ноября у вас было самое большое мероприятие, самое ценное, самое крутое, а главное, чтобы оно привело к вам именно тех лидеров, которых вы себе мечтаете в команду. Огромных успехов вам. Благодарю. Да, кто у нас следующий хочет поделиться? Ну, не стесняйтесь прям. Так не получилось. Оля, 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 вижу, подняла руку. Имеешь меня, Надя? Да, кроме тебя никто не подняла руку, да, тебя. Окей, хорошо. Да, я подняла руку, я немножко поздно зашла, простите, всем добрый-добрый-добрый-добрый-добрый вечер. Мы были тоже с моим мужем Сергеем на мероприятии. Вообще, мы планировали, планировали приехать уже в пятницу, как бы, да, и быть уже готовыми в субботу утром. Ну, так получилось, что, ну, как всегда, да, не то, что как всегда, нет, это неправильно, неправильно, не как всегда. У всех же свои какие-то заморочки, да, ну, и вот у нас так получилось в семье, что немножко такие были проблемки, у дочери проблемка была, и мы поехали утром в субботу. И с самого начала, конечно же, когда мы приехали, тоже, конечно же, увидели вот эту мощь организации этого форума, да. И, конечно, с первого момента было ясно, что здесь нужно быть. Но самое главное, что я хочу вам передать, я не знаю, Надя, Лариса, вы наши вышестоящие спонсоры, могу я говорить откровенно? Конечно, конечно, Оля, я жду, что ты об этом расскажешь. Хорошо, хорошо, я хочу просто передать, потому что я летаю до сих пор на крыльях, я не знаю, как мне дальше двигаться, что мне делать, и как-то, да, ну, надо что-то делать, потому что это, это факт, это факт. Я не была на первом форуме у команды Войтюк, я не была там, я не знаю, каким он был, но этот форум, он был, конечно, мощный. И даже, даже потому, что мы все, вот наша команда, наша структура, структура, структура Лариса Наги, структура Надис, Виталий Бетрам, да, что мы все собрались, кто смог, кто, как сказать, кто пожелал, кто смог, кто не смог, ну, жаль просто. я рада, я рада, я рада, что и мои партнеры были на этом форуме, конечно, мало их было, но хочется, чтобы было намного больше, потому что, когда мы на форумах, это рост. И, конечно, я не скрываю, я всегда это говорю, я люблю Сергея Сергеевича Куликова, просто-напросто, потому что этот человек, этот человек Вселенная, и кто один раз его увидел, и кто почувствовал эту энергию, действительно, тот никогда не уйдет отсюда, поверьте мне. И случилось так в этот раз, мы сидели на последнем ряду с нашими партнерами, просто потому что ну, на последнем ряду сидеть удобно, да, в принципе-то. Можно в любой момент выйти, можно в любой момент зайти, да, как-то так. Но я вам говорю, что надо действительно стараться быть ближе к сцене и ближе к нашим, к нашим лидерам. Все лидеры были потрясающие, все раскрыли свои темы. Но я вам открою секрет, что наши самые лучшие, кто подтвердит это? Это так? Да? Я сейчас просматривала видео, где выступали Лариса с Андреем, потому что я записывала это. Я много сделала фотографий и Нади с Виталием, и Эммы с Эдуардом, Поль. Это просто прекрасные чувства, такая энергия еще вот сейчас во мне бурлит. Но самое главное, когда мы были, когда нам сказали, вот группа наша, да, вот наши лидеры сказали, не уходите, не уходите, сейчас мы попадем к Сергею Сергеевичу на термин, мы будем с ним разговаривать. Какие у вас были чувства? Классные, да? Встревоженные, трепет в груди, да, сердце трепыхало. Я не знаю, как у вас, но это у меня, поэтому я это говорю сейчас. И вы помните, что он говорил на нашей встрече? Мне это очень запомнилось, что мы в Германии еще не вышли на тот уровень, на который нужно. И что упор будет сделан сейчас на Германию, и что нас ждет вот эта волна, волна, вот этот выброс наверх, это будет сейчас. Я вам сто процентов говорю, Сергей Сергеевич хочет нас удивить. Он удивит нас. Он поможет нам со всеми материалами, со всеми какими-то... Все, что возможно дать от компании, они дадут нам, чтобы у нас был рост. Это он нам сказал. Вы слышали это, да? И он хочет этого. И он сделает это. И он будет приезжать к нам. Я сто процентов уверена в этом. Он будет к нам приезжать. Поэтому нам надо стараться делать рекрутинг. Нам надо делать мероприятия. Нам надо делать свои. Начинать прямо вот со своего зала дома, со своего, вон, цима. Начинать приглашать. Одного, двух, трех, четырех. И дальше, дальше, дальше. Вот это я услышала. Это он нам сказал. И что вы думаете? Вот волей... Я не знаю, что это было. Но когда мы собирались с мужем, мы собирались, у нас были билеты, заказаны, все, да? Но мы точно не знали, потому что вот дочь так попала в больницу, и все это так было. У нее двое маленьких детей, там надо помочь. У меня вот душа туда-сюда. Я не знала, ехать мы, не ехать. Но все-таки дочь нам сказала, мама, едьте, не смотрите на меня, едьте, мы справимся, да? Вот. И я буквально за три дня до форума давай в интернете смотреть, ну, где же-то нас надо ночевать где-то, да? Я смотрю вот эти отели все и все это. И звоню мужу. Муж, конечно, на работе, по своим делам. Я звоню и говорю, слушай, я говорю, ты как хочешь. Близко? Возле форума? Но дорого. Хочешь подальше? Ну, немножко дешевле. И Сережа мне мой говорит близко. Мы это заслужили. Вот так он мне это сказал. Мы это заслужили. Близко хочу, да? Ну, год близко, значит, дорого. Звоню в отель, резервирую комнату. Все прекрасно, все нормально. Что вы думаете, получилось у нас? Мы попали в отель Сергея Сергеевича, Куликовым. И мы это понимали. Мы это понимали в тот момент, когда вот мы были в этом отеле. Мы понимали, что Сергей Сергеевич находится здесь. Мы ночевали с ним под одной крышей. Представляете себе? Вот с этим человеком, с такой большой энергией. Вот с этой вселенной. И еще я вам расскажу одну вещь. На утро, когда... У меня муж курящий, да? Он... А там комнаты не для курящих, да? Он выходил на улицу. Вот. Ну и утром мы встали, и он пошел на улицу курить. Я говорю, я быстро схожу в душ. А там шикарная комната, шикарная душевая, да? И душ там такой, есть и брауза, и есть сверху вот этот вот дождь. Я говорю, Сергей, слушай, как мне включить браузу, чтобы на меня не этот дождь. Я не хочу мочить голову, да, как сказать. Время мало, чтобы там еще что-то волосы себе сушить. Он мне объяснил, я все, я в душ сходила, все нормально. В последний момент я закрываю эту браузу, да, и каким-то образом вот эта дождь открывается на меня. Я стою вся мокрая с головой, думаю, ну что такое? Пришлось мне, конечно, волосы сушить, и пришлось мне, как сказать. Ну мы собрались и пошли завтракать. Приходим в ресторан, хотели сесть за один стол, а потом Сергей говорит, пойдем поближе там к буфе. Я говорю, да там, наверное, нету столиков. Он говорит, дох есть, пойдем, вон там есть места. Мы подходим к столу, и я уже почти села за этот стол, я уже сумочку поставила, уже собралась садиться. А Сергей говорит, смотри, тут резервирт, тут заказан столик, мы не можем сюда сесть. Я говорю, ну давай сядем тогда сюда рядом. Там как раз был столик для двоих. Мы сели, ну, расположились, пошли, набрали себе бюфе, прекрасное бюфе. Я вам говорю, это стоит просто все это увидеть и попробовать, да? И вдруг заходит Сергей Сергеевич, говорит нам, доброе утро. А мы с испугу ему гутенморген по-немецки, да? Вот. И это было, ну, я вам скажу, наш Сергей Сергеевич, он действительно настоящий человек. Самый-самый-самый-самый-самый настоящий. Потому что его поведение, оно точно такое, вот как он себя презентирует. Он поздоровался, пожелал нам доброго утра, пожелал нам приятного аппетита. Он прежде, чем сесть за стол, перекрестился и перекрестил еду, которую он будет кушать. Это все случилось у нас на глазах. И он передал ту, как сказать, радость и чувство любви к своей семье, потому что он радовался, что он поедет домой. Когда он покушал и встал, и мы попрощались с ним, пожелали ему доброй дороги, он был рад, что он едет домой. И он сказал, теперь домой, домой. Вот представляете, себе, какой человек. Я просто рада, что в жизни со мной случилось это, да? Это просто классно. Вот, поэтому я желаю вам всем-всем-всем быть на всех мероприятиях. И, конечно, там, где наши лидеры, где Сергей Сергеевич, потому что там надо быть. отлично. давайте удивим мы его тем товарооборотом, давайте удивим мы его нашим рекрутингом, нашим товарооборотом, нашим ростом, потому что для него это самое большое признание, потому что он действительно для нас делает все возможное, очень часто даже невозможное. от нас требуется что? Ощастливить себя, осчастливить семью и осчастливить тех людей, которые находятся рядом с нами. Поэтому действительно давайте будем тоже удивлять, чудить, расти, и это для него будет действительно самым-самым большим признанием, что он на правильном пути. огромнейшая тебе благодарность и помни, что тебе это не просто так было, но именно встретиться именно тебе. Благодарю тебя за отзыв, и кто у нас следующий хочет поделиться? Мы с вами уже сидим час пятнадцать, давайте до девяти делимся, нет, мы же, да, час пятнадцать уже, до девяти делимся и побежали удивлять Сергея Сергеевича. Кто еще хочет? Присоединяйтесь. Кто еще? Кто еще не делился? Делитесь, делитесь. Ну, давайте, давайте я. Я немножко не совсем сначала подключилась, но присоединяюсь ко всем эмоциям, что можно еще сказать. Эмоций действительно было много, я очень люблю мероприятия, я стараюсь быть практически на всех мероприятиях, особенно на больших, ну, и на маленьких тоже. Хотя, мне кажется, не может быть маленьких мероприятий, потому что даже взять в пример наш ББС в Энгельскирхе, когда было двое новичков и двое приглашенных гостей, Оля Бадулина и Синья Шефер, и оба подписались, и оба такое натворили здесь за два месяца, да, что многим и за полгода, и за год не снилось. то есть, ну, я считаю, что масштаб мероприятия можно оценивать по результатам, как бы, вот этого после, да, уже, что не там прям происходит, а уже, что после. Вот, ну, обожаю вообще мероприятия, люблю быть там и гостем, и участником, и в организаторской команде быть, мне все это вообще очень нравится, это очень такой крутой обмен энергией, вот этих позитивных энергий, это то, чего нам не хватает действительно в жизни. Вот Ирина сказала, да, вот эти обжимашки, обнимашки, да, как это, это действительно дорогого стоит, встречи уже с теми, кого знаешь, кого давно не видел. Мы, как в 2001 году, э, в 2021 году смеялись, да, что когда прошли марафон в 2020 году, мы познакомились с командой, первая команда, которая, мой марафон был сразу на корпоративных, мы все смеялись, говорим, надо же, в Германии, не можем, все живем в Германии, не встречаемся, а встречаемся вечно где-то за границей, то в Молдавии, то в Болгарии, то в Турции, то в Мексике, и это всегда классно, когда ты видишь вот людей, с которыми ты действительно знаком, и со своей структурой, со своих, со своих команд, да, со своих, скажем так, земляков, и тех, которые вот за границей, ну это в общем классно, это прикольно, это вдохновляет, когда тебя узнают, особенно, да, когда тебе подходят, это же вы, да, Татьяна Красноводская, да, это же вы марафон сейчас опять делаете, да, а вот это же вы там что-то говорили, ну это вот, ну лично мое такое мнение, да, ну это если общее такое впечатление вообще от этих мероприятий, но вообще для себя действительно от каждого спикера, хоть вроде бы и темы уже такие, которые ты еще раз слышал, и уже думаешь, ну что там можно нового услышать про этот продукт, или что там можно нового услышать про какую-то мотивацию, что там мотивировать, и так все замотивированы, а все равно каждый спикер как-то вот всегда вносит что-то, да, от каждого спикера можно что-то взять, какой-то, какой-то сюжет, что-то обязательно цепляет, вот, особенно когда действительно, как я уже говорила, да, мы наших лидеров привыкли уже настолько слушать, уже кажется, ну ничем они уже нас не удивят и ничему не научат, а действительно каждый раз, когда их слышишь, вот как будто бы, как будто бы первый раз, как будто бы вот ты вроде бы, и знаешь, что они вот даже на слайд смотришь и думаешь, так, сейчас будет то-то, то-то сказано, оно сказано то, а вот не так, и все равно это вот как-то вот цепляет, и да, все равно какие-то крылатые фразы вроде бы знакомые, а все равно они по-новому как-то слышатся. Мероприятие это то, где надо быть, опять-таки избитая фраза, но тем не менее, да, это там нужно быть и там многому можно научиться, если есть выражение читать между строк, да, а если смотреть вот не на вот это общие, на какие-то детали, на какие-то мелочи, то действительно многому можно научиться, как чему-то как нужно делать, а что-то как не нужно делать, И с каждого мероприятия выходишь со списком, я теперь понимаю, что не нужно делать, что не нужно быть этим навязчивым щенком, а нужно быть этой пушистой кошечкой, это то, что мне запало, то, что эмоции, все-таки нужно их показывать, ну, не нужно их держать в себе. Надя тоже сказала такую фразу, сейчас дословно не скажу, но смысл в том, что если что-то не так, нужно об этом говорить, что не нужно держать этот камень за пазухой, да, то есть, когда такое сказано с такой сцены, то ты понимаешь, что это сказано как бы не просто так, и, ну, вот меня лично это цепляет, да, когда какие-то, ну, особенно, когда ты что-то проектируешь на себя. И начинаешь анализировать и работать над этим, то есть, ну, такого как бы в узком кругу одно, когда это услышано, да, а когда это с такой вот большой сценой, это другое. Вот, ну, и, да, вообще все, просто эмоции зашкаливают, и очень хочется действительно, да, мы решили никуда не плевать, но хочется это масштабировать еще больше и удивить, да, действительно удивлять и действиями, и ростом, и масштабом, да. Вот. Ну, можно еще, наверное, много говорить, но не сейчас. Всех рада видеть, всем хорошего вечера. Танюша, огромнейшая благодарность за отзыв, и ты сказала такую фразу, что тебе очень приятно, когда тебя люди узнают, и получается вот на этом вроде бы как маленьком мероприятии, где всего лишь было около трехста человек тебя узнают, а я тебе желаю, чтобы твои действия привели к тому, чтобы тебя узнавали по всему миру в компании ПЕО. Вот просто тебе от души это желаю, и чтобы каждый хотел сфотографироваться, познакомиться, пожать тебе руку, обняться, прижаться и сказать, боже, ну это же Татьяна Краснопольская, и чтобы это звучало абсолютно на всех языках. Вот просто от души тебе это желаю. Да, вижу, что Оля подняла, да, Оля подняла руку. Оля, пожалуйста, слово. А, да, благодарю, Надежда, благодарю, дорогие, дорогие партнеры. Так, сейчас сосредоточусь. Вы помните этот завтрак? Не видно от того, что у тебя... Да, да, я поняла. Хорошо, я прочитаю. Это коробочка. Пауза делает нас добрее и дарит силы для больших побед. ДНК лидера. Согласны? Согласна. Это про то, что кто что потерял. Батончики мюсли на завтрак. Пакет. Пакет, да, ну, я прошу прощения, не видно, но большой пакет. Кто был, тот знает, о чем я говорю. Две прекрасные тетради, бьюти-вечеринка. Это про подарки. Это уже подарки, согласны? И рабочая тетрадь ДНК лидера, где, конечно же, написаны все спикеры форма. И вот эти прекрасные билетики, билетики входные, они же и билетики для розыгрыша, которые мы, кстати, это просто сейчас вступление такое дело, я прошу прощения, забыли дома на второй день, потому что мы, в принципе, живем недалеко от Кёнигштайна, и поэтому мы поехали домой ночевать. И вот эти билетики мой муж сказал, а, я же забыл дома на столе. Ну, я как нормальная жена, надо было мне дать билетики, я бы положила их в сумочку. Ну, понятно, да? И вот это прекрасный подарок, подарок, это USB-бокс такой, сумочка шикарная для всего-всего, для travel называется, back по-английски. Короче, сюда все, все, да, не видно, ну, ничего, я вам покажу, если хотите. Входят сигареты. Вот, так вот, чтобы делать историю немножко интереснее, потому что все рассказали про шикарные, красноречивые слова, сказали о форуме. Это да, это действительно, это прекрасное событие, несмотря на тех шероховатостей, которые каждый, кто что-то подметил, не важно. Вот смотрите, эти билетики, что я сделала? И мне муж сказал, так, будет розыгрыш, а у нас билетов нет, что делать? Давай. Ну, наверное, каждой жене это понятно, да? Давай, что делать? Что делать? Что делать? Все пропало. Все пропало. Я спросила у организатора, у соучастников, Лариса Ленс, потом я спросила у Ирочки Мехедов, она сказала, девочки, мальчики, я ничего не знаю уже, я не знаю даже, как меня зовут. Ну, то есть списков нет, она сказала, что где-то 200 номера и так далее, это вот как бы ваша команда. Хорошо, что мы сделали? Слава богу, у нас сын был дома, и мы попросили его сфотографировать эти билетики, и на телефоне, если что, хотя мы были уверены, что обязательно кто-нибудь из нас обязательно выиграет, ну, как-то так, мой муж очень верил в это, мне было как-то не очень, я имею в виду, я не зацикливалась на том, что я хочу выиграть или не выиграть, конечно, приятно, вот, но все-таки не сама цель. И получилось так, да, что выпал мой номер, и я пошла, браво, на сцену, показываю, конечно же, на телефоне мой номерочек, да, и ведущий, а что это, что это такое? Я говорю, это в диджитал, в диджитал, билет в диджитал, ну, так как Ирина Мехедов уже в курсе, так сказать, такого момента интересного, да, то Ирина Войтюк, в принципе, абсолютно ей было. Все равно, ну, как бы, естественно, билеты есть, билеты на руках, даже если это фото на телефоне, как бы ничего, нет проблем. Просто мне этот момент запомнился тем, что это действительно позитивный момент, да, то есть мне дали мой подарок без проблем. В принципе, я его уже отдала мужу, этот подарок ему важнее, но не в этом суть, понимаете? Можно делать акценты на каких-то мелочах, которые действительно, знаете, как ложка, как это называется, ложка дегтя, да, портит бочку меда. Но желательно этого не делать, потому что мы делаем хуже для себя. Это так просто, такой момент, как бы, жизненной мудрости, и это очень серьезная вещь, потому что она может действительно все испортить. Ну, как бы, весь ваш праздник, всю вашу бочку меда может действительно испортить, поэтому не нужно акценттировать. Кстати, Лариса Нагель, мой муж сидел и говорил, так, сейчас будет мой номер, сейчас будет мой номер, сейчас будет мой номер. И вышла Лариса Нагель, я поплодила и сказала, ха-ха, нельзя говорить заранее, сейчас будет мой номер. Вот так вот достался лидеру. Ну так, тоже небольшой такой смешной момент, но все-таки, да, такие вещи, которые маленькие-маленькие-маленькие вещи, которые мы подмечаем, и мы либо возвеличиваем позитивное, да, либо возвеличиваем негативное. Так вот, для того, чтобы нам же самим было хорошо, а так, кстати, вот эта металька, Матвей уже рассказывал, да, что ему было очень приятно, что именно президент пожал руку мужчинам, всем семейным парам, да, и именно мужчинам, именно мужу Сергей Сергеевич пожал руку, и это действительно было очень ценно для моего мужа, и он ощутил действительно ту энергию, которая исходила от верующего человека, давайте я буду говорить прямо, да, вот, и это очень ценно, даже из-за этого нужно было ехать на этот форум, понимаете, просто прикоснуться даже физически, да, через рукопожатие к президенту, к такому прекрасному человеку, у которого действительно правильные принципы в жизни, вообще принципы в жизни правильные, и на этих принципах он строит и свою семью, и он строит свой бизнес, и это прекрасно. еще один момент, который я хотела сказать, что даже несмотря на то, что я прослушала Галю Хардер, да, к сожалению, она, наверное, вышла, я не знаю, мне тоже очень, как бы, немного жаль о той ситуации, что получилось, что почему-то кто-то не услышал, дело в том, что у нас вышла такая же похожая ситуация с нашим партнером Леном Ваннер, это наша первая линия, она приехала не одна, она приехала со своей мамой и со своим другом, который еще только хочет услышать о том, что это за бизнес, завтра как раз, кстати, Матвей должен с ним встречаться и разговаривать, и мы верим, что он присоединится к компании, во всяком случае, мы постараемся сделать все, что для этого нужно, то есть это был вообще посторонний человек, если так выразиться, то есть для этого человека какие-либо негативные моменты, которые были или услышаны, или увидены, ну, ни в коем случае нельзя было допускать, вы сами понимаете, да, поэтому мы старались всеми-всеми силами, все, что мы можем, как бы все, переводить в любую негативную ситуацию, переводить в позитивную, и, в принципе, я верю, что это получилось, то есть у человека прекрасная, прекрасный отзыв был и о событии, и о том, что это за мероприятие, ему интересно, что это за бизнес, ему тоже интересно, вот, поэтому уже считайте, один человек на рекрутинг есть, и это прекрасно, и, а, ну да, про то, что мы пошли в комнату с президентом, и я помню прекрасно, меня муж все время дергал, если даже сказала, я хочу в restroom по-английски называется, ну, то есть в туалет, да, он сказал, нет, стой здесь и никуда не уходи, иначе нас вызовут к президенту, а тебя нет, вот, ну, как бы это мой муж. Это мой муж, да, и... Благодарю за время, вот, и дело в том, что Леночка у нас потерялась, к сожалению, вот так вот получилось, что она потерялась. Мы зашли в комнату, так замечательно, смотрю на всех, смотрю и спрашиваю своего мужа, а где наша Лена? Он на меня широкие глаза и говорит, я не знаю, я ей сказала быть на месте и ждать, когда нас позовут. Ну, к сожалению, бывают такие моменты, мы говорим, мы же все взрослые, да, эрваксаны у дочи, но, к сожалению, бывают такие моменты, да, я не знаю, что произошло. Просто-напросто он ей написал, написал в каком комнате, дальше от туалетов, немножко прямо от туалетов, и что вы думаете, Лена была настолько решительна увидеть президента, что ее даже вот бодигард или секьюрити в образе мужа Ирины Ватюк, Вадима, да, ее не остановили, она просто сказала, мне написал мой спонсор, что я должна сюда прийти. Он сказал, уже президент пришел. Она сказала, нет, мой спонсор написал, что я должна войти. Вот такая настойчивость, мне это нравится. И Лена, ну, вы видели, да, было неудобно немножко так, да, конфузно, но неважно, она попала на действительно эту прекрасную встречу с президентом, и о которой она тоже мечтала, в принципе. Поэтому смотрите, ну, что сказать, ищущий находит, да, стучащему отворят и просящему дают, да. И действительно, не надо расстраиваться, если что-то пошло не так, потому что всему свое время. И мы верим, что то, что мы решили быть на этом форуме, решили именно потому, что будет президент, скажу честно, скажу, потому что да, потому что там будет президент. Мы решили, что мы будем на этом форуме, и Господь нам помог даже тем, что это буквально, мы не знали места, вы знаете, держали в секрете место, где это будет. И когда мы узнали, что это буквально меньше 50 километров от нашего дома, мы были просто в восторге, да. да, скажете, ну, вам повезло, да, мы же сказали, что нам повезло, да, нам повезло, но дело-то не в везении, дело в решении, понимаете, даже если бы человеку сказали, вот, это буквально в соседнем доме, но он не готов, он не желает, он не созрел, то бесполезно, понимаете, да, и, ну, как бы, как все говорят, нужно находиться в правильном месте, с правильными людьми в правильное время, вот, в принципе, на этом, я думаю, я закончу, потому что говорить о спикерах я не буду, говорить о том, насколько на меня произвело впечатление выступления наших спонсоров, я уже сказала, и другие тоже говорили, то есть вам, дорогие наши спонсоры, низкий поклон и большое-большое вам уважение и почет, на самом деле, вы лидеры с большой буквы, и вы действительно пример для нас, поэтому мы здесь, да, да, все согласны, поэтому мы здесь, благодарим вас. Огромнейшая специальность за отзыв, я думаю, что для всех это поучительно, что, да, мы все взрослые люди, и каждый, в принципе, отвечает за свои действия или не действия сам, я бы хотела бы, я видела где-то, у меня был Вадим, Вадим, он вышел, он вышел, да, он второй раз уже выходит, прибегал, мне очень хотелось его слышать, потому что он был впервые, он буквально, еще даже месяца нету, как он партнер, побывал дважды на сцене, поэтому мне его мнение было бы очень важно услышать, но я не вижу кино... Я тоже хотела его услышать. Да, я не вижу Маргариту Онгемах, которая просто ворвалась на сцену. Здесь она? Да, открывайте микрофончики, я не понимаю, почему сидят, молчат в окопах хотя бы пару слов, хотя бы пару слов, где ваши отзывы? Привет, я хочу так же лаконично, каким был мой экспромт. Да. Я понимала, что надо спросить организаторов, могу ли я просто подняться на короткое мгновение и сделать подарок, но там не осталось ни секунды, и тогда я решилась просто подняться и видела реакцию Надежды Бертрам. Она улыбалась, включила телефон, пошла запись, контакт с залом произошел. А почему все произошло? Потому что чудо возможно тогда, когда соответствует ожидания, настрой, когда все подготовлено харизматичными, талантливыми, креативными, просто потрясающими людьми, и тогда не наступает разочарование. И если даже наша очаровательная грузинская гостья запела очень высоко, высокой тональности сапронистки, все равно я там где-то подстроилась и зал ей рукоплескал. Большая благодарность за все, что мы получили на этом форуме. Очень хочу попасть с нашей командой на день рождения компании. Очень хочу подписывать местных уже партнеров и радовать президента действительно товарооборотом, как говорит Надежда Бертрам. Всем привет, успехов и благодарность за то, что вы были на чудесном празднике жизни. Маргарита, благодарю. Благодарю за вашу экспромтность, за вашу смелость. Будьте смелее, показывайте. То есть мир вас по-другому не увидит, если вы не будете о себе заявлять. Я очень рада, Вадим, что ты вернулся, потому что я буквально перед Маргаритой хотела тебе дать слово. Потому что ты сбежал, поэтому мне очень важно твое мнение. Ты был впервые на таком форуме, ты был впервые в нашем окружении, в окружении всех наших партнеров. Я вообще был впервые. Я думаю, что твое мнение, твое видение, наверное, на сегодняшний день самое важное. Поэтому я бы очень хотела, чтобы ты поделился своими эмоциями, впечатлениями и вообще той оценкой. То, что ты для себя увидел, то, что ты для себя решил. Ну, тебе слово. Спасибо, Надежда. Я убежал, я несколько раз за сессию сбегал отсюда, просто потому что мне пишут с вопросами новые партнеры. Вот буквально только что они зарегистрировались, у них какие-то вопросы там. Кстати, Виталию, спасибо большое. Буквально там в 19.30 было начало вот этого вебинара, вот этой встречи. Где-то в 19.23 я звоню Виталию, говорю, у меня там что-то партнерки регистрируются. Я сам не знал, они сами зашли по моей ссылке. Говорят, не могут оплатить. Я говорю, ну давайте. Ну, я с ними там что-то посидел, посмотрел, ничего не понял, почему не проходит оплата. Звоню Виталию, он говорит, так, какой там номер ID, сейчас все порешаю. Буквально через три минуты звонит, говорит, в чем проблема была, и все порешалось. Я такой, вот это сервис, вот это круто. Все так быстро решили. Так что, да, я сбегал, потому что там просто чуть-чуть общался. В рабочий момент. Да. Насчет форума, для меня это был форум, где я принимал решение, решение, участвует ли во всем этом или нет. Потому что я очень скептически, так, довольно скептически настроен вообще на всю эту тему. Я туда поехал, потому что мне сказали, там будет президент, там какие-то результаты по продукту у меня уже сам получил. Но мне вот какого-то толчка не хватало. Я туда поехал, чтобы посмотреть на президента. И когда он там вышел, на сцене выступил, я еще не до конца был уверен, не до конца решил. Но когда случилась вот эта закрытая встреча, я понял, что этот человек мощный предприниматель, вот просто он там сколько, минут 7, 8 или 10 там постоял, выслушал вопрос, ответил, что-то рассказал. Вот вот тогда же тон провалился. Я понял, что вот это мощный предприниматель. Он знает, как строить компанию. И тогда же тон провалился. Поэтому сегодня первый день, где я уже в роли, скажем так, определившегося партнера APL. Да. Ну и вот уже, скажем так, работаю, уже вот партнер первый появился сегодня. Да. Поздравляем, поздравляем. Отлично, Вадим. Действительно, это очень ценно, когда люди приходят впервые, еще не приняв решение того. Ну, действительно, мы понимали, что может быть разное решение, но для нас было очень важно, чтобы ты побывал на этом мероприятии, чтобы ты подсмотрел на всех со стороны. Я знаю, что по крайней мере, ты всем понравился, все очень, как сказать, сразу тебя полюбили, очень многие, кто с тобой пообщался, сразу подходили, говорили, такой грамотный парень, такой клевый, где вы его взяли, вообще такой классный. Будем обучаться определенным моментам, поэтому, действительно, я тебе желаю добрый путь огромной команды, ты этого достоин, у тебя очень много знаний, что касается сетевой индустрии, у тебя очень много знаний, что касается развития в интернете этой индустрии, я думаю, что когда-нибудь ты просто скажешь, ребят, я готов вас обучать, я готов вам давать те азы знаний, чтобы вы могли также молниеносно, спокойно, с драйвом развиваться вот на просторах интернета, потому что это действительно сегодня очень сильно востребовано, мы, в принципе, в основном те люди, которые привыкли работать на земле, но, наверное, мы тоже готовы уже масштабировать свой бизнес, поэтому мы притягиваем на сегодняшний день людей, которые это умеют, и мы будем очень благодарны, если ты будешь делиться своими знаниями, потому что мы всегда говорим, чем больше мы отдаем, тем больше мы получаем, это действительно закон вот такой вот вселенной божественный, кто во что верит, кто как понимает, и очень благодарна тебе за тот ролик, который ты выставил вот перед поездкой на форум, и как раз с Виталием были уже на месте, на мероприятии, я имею в виду там, где мы пробыли четыре дня, и для нас, вот лично для меня это было такое вот важное, важное признание того, что ты едешь уже с открытой душой, потому что до этого ты ни разу не обмолвился конкретным своим результатом, и это было такой вот такой опорный пункт, где я понимала, что сейчас должна сработать или харизма президента, или наоборот что-то другое, поэтому очень-очень здорово, и я не просто говорю эту речь, я просто говорю вам всем, что берите хотя бы по одному человеку, везите людей, потому что люди, которые остаются дома, они не понимают, почему у нас столько эмоций, почему у нас горят глаза, почему мы просто захлёб об этом говорим, они просто смотрят на нас, может быть, какой-то процент нашего вот этого драйва мы можем передать, но всё остальное, как вот сегодня очень многие уже и Марина говорила, что то, что мы прочувствовали сами на мероприятии, это можно сделать только на мероприятии, ты никогда не можешь передать, насколько вкусен банан или вкусное яблоко, или всё, что угодно, пока ты сам не укусишь, пока ты не попробуешь, поэтому мероприятие это действительно та платформа, где начинают проваливаться жетоны, мы даже не понимаем, какой из спикеров для нас сработает таким образом, что у нас придёт это понимание, потому что, может быть, даже просто какой-то человек просто за столиком, за кофе скажет какую-то фразу, которая для нас будет более понятна, потому что мы всегда говорим, что бизнес в принципе строится на кухне, и самое важное всегда происходит на паузах, потому что люди, когда приходят впервые, у них вот такие локаторы, они просто впитывают, внимают абсолютно всё, и для того, чтобы попасть на эту кухню, для того, чтобы попасть на эту паузу, нужно попасть всё-таки на это мероприятие, и хочу сказать, что мы провели четыре незабываемых дня в кругу президента, в кругу команды, в кругу единомышленников, это было настолько круто, и мы каждый раз повторяем, что очень важно попасть в это окружение, хотя бы один раз соприкоснуться вот с этим человеком, мы не делаем из него, знаете, такую божничку, но мы просто судим его по поступкам, мы судим его по тем делам, которые он делает на протяжении вот всех этих лет, и поэтому люди его любят, не из-за того, что он такой вот смешной, как очень многие говорят, не из-за того, что, как и Лариса сегодня утром сказала, что он шальной, шалит, что он, ну, что такое ребячество, его именно любят за и те поступки, которые он делает, а это всё нам даётся бонусом, в дополнение, потому что действительно легко общаться, действительно, он бывает разный, не всегда он такой пушистый, да, но это именно говорит о том, что человек на своём месте, потому что в бизнесе нужно быть разным, да, и так оно и получается, и я хочу сказать, что он, в принципе, показывает нам ту жизнь, немножко другую жизнь, осуществляя свои мечты, осуществляя свои желания, он нас с вами, как проводник, ведёт, опять же, к нашим мечтам, к нашим желаниям, нам остаётся только его удивлять, его восхищать нашим товарооборотом, поверьте, он, как мы всегда говорим, как мы в наших партнёров верим больше, чем они сами, так же он в нас верит больше, чем мы сами, и вот кто-то сказал, сейчас не помню, кто-то из партнёров сегодня сказал, что когда он говорил, он всматривался в лица каждого, то есть вроде бы как отвечал на вопрос одному, но он действительно всегда сканирует каждого, он просто вот хочет каждого прочувствовать, и поверьте, когда-нибудь, когда вы будете выходить на сцену, вы можете ему даже напомнить, где вы встречались, и он даже скажет, где вы сидите, потому что он действительно очень, очень такой чуткий, очень замечательный, и вы можете даже напомнить, что вы что-то ему говорили, что вы что-то потому что ему действительно важен каждый человек. И он всегда говорит, что он эту компанию создавал для людей. Это сейчас не просто слова, это действительно факты, потому что он был тоже сетевиком, получилась ситуация не очень, может быть, хорошая, и он, опять же, мы всегда говорим, не нужно брать тот опыт, который был плачевный, или что не получилось, он всегда выходит и нас учит делать другое, по-другому, так, чтобы это было во благо каждого. Поэтому очень круто, что вы были на этом мероприятии. Я думаю, что Лариса тоже с Андреем сейчас захотят поделиться, Виталий, но я благодарна каждому-каждому, что вы были на этом мероприятии. И я очень благодарна Гале за те слова, которые она сказала, как блестели глаза у Нади, когда собиралась команда и не входило в фотоаппарат. Действительно, это, наверное, самое крутое, когда команда не вмещается в фотоаппарат. И я сама себе желаю, чтобы вот просто изобрели такой объектив, где просто вот расширялась, расширялась вот эта вот граница. Потому что это действительно круто, когда такое количество партнеров приезжает на мероприятие. А наша задача сейчас с вами сделать свой форум. Мы с вами будем это планировать, прорабатывать, просчитывать, планировать, будем продумывать, в каком формате. И я думаю, что у нас абсолютно, абсолютно все получится, потому что я сегодня увидела огромное количество креативных людей, я увидела огромное количество профессионалов. Нужно просто всем совместно правильно сделегировать и дать именно ту часть деятельности, в которой каждый силен. Вот поэтому круто, 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 круто. Виталий, ты будешь что-то говорить? Или, Ларис, дополнишь что-то? Я думаю, что про форумы уже настолько обговорили, да, какие-то... Да, про форумы уже наговорились, да, действительно очень много. Какой-то посыл. Что? Какой-то посыл, скажи. Да, благодарю каждого за ваши отзывы, за ваши действительно искренние отзывы, слова. И тоже хочу сказать, добавить, что кто что ищет, тот, кто находит. Конечно, можно докопаться до каждой мелочевки, до каждой недоработки, может быть, но по большому счету цель была этого марафона вот дать нам действительно тот позитив, да, провести настоящий форум, дать тот позитив, спикеры делились знаниями, оформили фото зоны, чтобы все это осталось шикарнейшим инструментом для нашей работы в дальнейшем, потому что этот инструмент, этим инструментом владеет не каждый, а вот эти действительно фотографии на фото зонах, вся наша команда, вечеринка, опять же, в стиле Октоберфест, плюс со спикерами, плюс сильными людьми, плюс это окружение, как президент сказал, нужно находиться в том окружении, с кем вам приятно общаться и кто хорошо зарабатывает, потому что вся жизнь наша, цель нашей жизни, это не просто сидеть на диване, прозябать, смотреть сериалы, на самом деле расти, развиваться, завести за собой людей, дать им тоже самые положительные эмоции, оздоровление, наслаждение, удовольствие, счастье, и вот на таких форумах, обратите внимание, все ходили счастливые, довольные, и действительно то общение, которое было, можно было в разной стороне, только зашли, действительно любое место было оформлено фото зоной, находясь даже на улице, и то там огромное количество плакатов было, заметьте, да, кто был там на стене, прям выходишь и сразу упираешься в эти плакаты, может быть, хоть на улице, хоть внутри где-то фотографироваться и передавать вот эти эмоции, вот эту энергию, эти улыбки, дальше своим близким, друзьям, знакомым, партнерам, которых там не было, потому что вот там действительно люди заряжаются этой эмоцией, то, что там какие-то где-то что-то, это же все такая мелочь на самом деле, ну и не бывает такого, чтобы люди не критиковали, любого человека всегда критикуют, и как был какой-то Мадонна, да, вот скажем так, из великих, она нравится всего одному проценту американцев, только если взять, одному проценту, представляете, а она зарабатывает шикарные деньги, чувствует себя прекрасно, и поэтому вот наша задача давать и концентрироваться только на позитиве, и давать людям только позитив, без контраста жизни не бывает, не бывает все гладко, не бывает все ровненько, не бывает все в цветах, бывают цветы действительно вянут, бывает осень, бывает зима, бывает опять же весна, и лето все расцветает, поэтому я очень благодарна тем, кто были с нами, очень жаль тех, кто не был с нами, потому что это действительно, ну повторяться больше не буду, все, это было шикарно, и конечно, вот сейчас Надежда уже озвучила, Наша следующая задача – это провести наш форум, чтобы он тоже был незабываемый, чтобы он был яркий, чтобы он был необыкновенный, чтобы он был креативный, чтобы он был впечатляющий любого скептика, вот любого скептика, чтобы это было всем очень здорово, круто, ярко, вот, и радостно, конечно, да? Да, но я хотел сказать, что, знаете, есть такая поговорка, или как говорят, улыбнись, и мир улыбнется тебе, и вы знаете, вот эти встречи, особенно форум, смотрите, идет сейчас осень, вот дожди затянули, да, сколько хмурых людей кругом, а мы с вами вот эти вот два дня такого форума, держите сейчас в сердце, в сердце вот эту радость, улыбки, да, и когда вы будете идти по улице, прямо люди будут заряжаться, и думают, что он такой хороший и веселый, да, такой, от него тепло идет, да, у всех, кто был на форме, на самом деле, если мы начинаем вспоминать, какие там классные вещи были, мы изнутри уже светимся, да, и вот это вот свечение, вот это доброту, улыбки, да, внутри радость, надо просто дольше держать до следующего мероприятия, да, не растрачивать, ну, как растрачивать, только людям давать, да, на пользу, и тогда вы увидите, и почему, говорят, после таких встреч растет товароборот, команды растут, да, потому что вот люди заряжаются позитивными мыслями и выдают это наружу, да, и к ним уже, ну, по-другому люди относятся, и легче их воспринимают, и больше людей приходят вот именно на эту радость, да, и я вот вам желаю, чтобы вот эта радость, вот эти моменты, эти фотографии, воспоминания дольше и дольше оставались у вас в памяти, и вы это проецировали, да, выходили вот в мир, и люди тоже видели, улыбались вам в ответ. Пусть они тянутся к вам, как на магнит, чтобы команды росли, успех рос, товароборот рос, ну, естественно, когда товароборот растет, значит, чем, значит, это говорит о том, что много людей, больше и больше людей узнают наш продукт, нашу косметику, пользуются с удовольствием, наслаждаются, ну, и, конечно, становятся счастливыми, чего мы всем вам желаем, поэтому благодарим за прекрасный пост промоушен, Надежда, спасибо, что ты организовала его, и действительно поделилась, каждый поделился то, что вот в душе было яркое и приятное. Благодарю, благодарю, Лариса Андрея, вот все отзывы очень ценные, и действительно, кто что ищет, кто находит, я просто говорю, хочу вам сказать, что мы сейчас дадим слово Виталию, и мы 21.30 должны закончить, мы два часа с вами делимся эмоциями. Виталий, давай, включи, слышно? Слышно? Вот я сижу и наблюдаю, я говорю, и Надя еще, и Надя еще думаю, ну, она сама сказала до 21, а время хочется еще дальше. На самом деле, вот что я заметил, спасибо всем за благодарные отзывы, да, которые в Вичку написали, это нам всегда ценно, но нам ценно не поощрение, что красиво или правильно сказано, а именно, что каждый человек что-то это вынес, потому что действительно, на самом деле, это помогает друг другу понимать, да, правильно ли мы делаем те или другие вещи. Да, на самом деле, хотел сказать, что мы действительно прожили сейчас, для каждого человека, мы все люди, да, мы вот, нужно понимать одно, мы для компании EPL, мы все партнеры, не важно наши квалификации, не важно абсолютно, как мы всегда говорили, мы все личности, мы каждый, каждый сам строит бизнес, ну, так получилось, да, но мы, наверное, что-то сделали по-другому, может, в свое время, да, и сегодня так, опять же, можно сказать, повезло, да, что, собираясь на форум, мы, конечно, хотели заехать за Вадимом, мы должны были забрать и... Марину. Что? Марину. И так получилось, что позвонили, и президент говорит, а мы, нам нужно встретиться раньше, да, просто когда такие встречи, вы же понимаете, мы все люди переживаем, хочется много, может быть, рассказать, но когда человек перелетает с одного континента в другой, да, поверьте, он не хочет, может, говорить о бизнесе, ему нужно, опять же, человеческие отношения, вот это радует, что он доступен для всех, и как человек, на самом деле, да, без короны, вот мы всегда говорим, он без короны, и мы рады, что он нас пригласил, и Марина рада, что смогла забрать Вадима и приехать, а потом еще рады были, что в отель, когда уже привезли, вы знаете, это мы тоже должны рассказать, мы могли бы, наверное, тоже обижаться, может, на какие-то моменты, что что-то не складывается, у нас тоже всегда это происходит, чтобы вы понимали, что мы такие же люди, даже когда нужно было встречать президента, оказалось, машину, которую обещали, не дали, тут быстро переиграли все, забрали у наших амбассадоров машину, представляете, то есть это быстро переиграли, должны были встретить в VIP-зоне, заказали билет, оплатили, чтобы в VIP-зону попасть, представляете, да, вот чтобы вы понимали масштаб, и в VIP-зону отменяют, да, и президент, он говорит, все, говорит, не надо меня встречать, мы говорим, как не надо, мы приехали специально встречать, и вот это все эмоции, Саша нервничает, говорит, все, все, он сказал, не надо встречать, мы говорим, нет, мы будем встречать, то есть мы его в любом случае встретили, подъехали, машину подогнали, машина уехала, круг сделала, не туда заехал, как не на ту встречу, купили билет, билет, парковка, да, то есть заплатили, заплатили опять за парковку, я побежал быстро, отдал билет свой, который платил за парковку, взял их билет, чтобы президент мог наконец уехать, то есть понимаете, это жизнь, да, и мы проживаем эту жизнь, чтобы вы понимали, за кулисами происходит еще больше, и вот тут момент, да, вот что мы с вами можем вытащить, взять из этого позитива, позитивно, что мы действительно встретились, мы проведили его в отель, и тут мы видим буквально, выходит Андрей с Ларисой, да, то есть они раньше приехали, мы бы на созвоне, чтобы действительно подойти, просто поздороваться, то есть, чтобы вы понимали, это не тот человек, который вот, он недостижимый и родной, близкий и простой, вот я не знаю, как в сочетании в этом человеке все, да, он тут же рад всех видеть, да, и с номером, вот Оля говорит, тоже какие-то, то есть все забронировано, все классно, но происходят такие моменты, для чего, почему, мы смеялись очень долго и говорили, Сергей Сергеевич, вам надо просто чаще приезжать, да, в Германию, потому что в Германии уровень сервиса изменился, да, то есть не все так, как раньше, может быть, было, да, ну, вот, и что я хотел сказать, вот сегодня презентацию проводили, два дня уже хвастаюсь, что на встрече, когда мы были вместе, опять же, в простом общении, да, вот, я не знаю, с чем это связано, Сергей Сергеевич подарил мне эту шляпу, в которой мы его встречали в аэропорту, я сегодня Наде говорю, наверное, это знак, да, ну, не корона-корона, чтобы мы сейчас зазнали, да, а, наверное, знак, наверное, мы, наверное, должны стать первыми коронованными амбассадорами, поэтому, а мы только можем стать, когда у нас очень дружная команда, и мы сегодня с Надей говорили, не очень, мне не хотелось бы называться команда там, там, фамилию, да, кого-то лидера, иначе это будет просто неправильно, не хочу я, я не хочу в нашей команде этого раздраивать, да, чтобы потом в любом случае выходили и говорили, я правое плечо, я левое плечо, в любом случае, мы все люди ждем, мы все люди ждем внимания, мы хотим быть признанием, да, но я думаю, мы назовемся, наверное, стартим, чтобы мы были звездная вот команда такая, да, стартим, и моя мечта такая, действительно, организовать масштабный форум, где пригласить действительно лидеров других стран, чтобы это было на нескольких языках, чтобы это на английском, немецком и на других языках, а мы знаем, что лидеры приедут, плюс мы уже говорили о том, что с Надей мы обязательно сделаем, кроме вот этих вот спикеров, где можно взять интервью, это очень важно, хотелось бы, чтобы вы все подходили к лидерам и брали эти интервью, это ваша история, да, многие не воспользовались этим, даже приходится как бы, как Найфи с маленькими детками везде ходить, да, ухаживать, в этот раз мы этого не делали, если вы заметили, мы старались меньше обращать внимание на наш партнер, потому что мы хотим, чтобы вы были самостоятельны, чтобы за вами уже были свои партнеры, чтобы вы почувствовали вот это вот, да, что нужно когда-то детишек отпускать просто, они уже достаточно взрослые, они уже оброслись своими группами, и важно для нас, хотелось бы вот создать такой гала-гала, наш журнал, журнал, где мы можем уже выделить и спикеров, и причем это уже начиная с сегодняшнего дня готовится к такому форуму, я вам больше скажу, буквально сегодня переписывался Сергей Сергеевич, хотел узнать, как он долетел, да, и он говорит, что-то важное, срочно, я говорю, нет-нет, ни в коем случае не хочу отнимать времени, он говорит, только не сегодня, то есть действительно уже загружен человек, но я очень сильно хотел бы с ним пообщаться еще раз, да, поблагодарить за то, что он приехал, и главное мое желание, почему общаться, то есть, чтобы вы понимали, это не просто так, что если у тебя есть телефон, что ты можешь вот так вот телефон президенту позвонить и поговорить, нет, это все через секретаря идет, но очень сильно хотели бы попросить, чтобы он обязательно был на нашем форуме, именно с супругой, для нас это очень важно, вот обращаясь ко всем партнерам, просто обращаясь ко всем партнерам, мы уже сегодня можем запрограммировать у себя в головах, может быть, какие-то сценарии, как мы можем через сценарии, через марафоны наши, как можно больше уже начинать промоушн делать на следующий форум, для того, чтобы мы как можно больше, чтобы наша команда как можно больше именно привела людей сами, да, то есть научиться пользоваться инструментами, этими инструментами, вы видите, что эти инструменты, мероприятия дают рост, то есть, чем больше мы с вами сможем сами прийти туда и привезти еще людей, несмотря на то, что мы с вами будем сами занимать определенную позицию и участвовать в сфере, да, то есть, каждый по возможности, каждому по труду, да, вот, но хотелось бы, чтобы еще отдельно, у вас всегда на протяжении всего времени было вот это вот подсознание, где, кого я приведу, как я приведу, сколько людей я приведу, потому что это очень важно, а следующее, конечно, это день рождения компании, вот, а самое главное, хотелось бы со всеми еще раз встретиться, это уже в нашем маленьком кругу, когда будут поощряться именно лидеры, будем делать награды в таком узком семейном кругу, чтобы мы опять собрались, я понимаю, что это все финансы, но всегда об этом говорю на всех занятиях, пока мы с вами не научимся ходить с людям, пока мы сами не будем продавать и не будем уметь рекрутировать, для этого нужно нам встречить, только через встречу будет возможность дохода, а через доход возможность встречаться и организовать большие мероприятия, я слышал, у Галя сказала, интересно, кто у Иры был спонсор, так я вам скажу, спонсоров нету, то есть это все проводится мероприятие за счет партнеров, да, и за счет вот этих вот людей, которые приглашены на это мероприятие, то есть поэтому все зависит от нас и все зависит от того, насколько мы готовы действительно расти, насколько мы готовы брать на себя ответственность, вот мы готовы, да, и хотели бы вас видеть теми партнерами, которые действительно готовы в огонь, в воду, да, потому что действительно мы делаем общее дело для общего развития, и я уверен просто, мы этого достойны, вот на этом я бы хотел всех поблагодарить еще раз, да, и до встречи. Виталий, благодарю, да, всем огромнейшая благодарность за проведенное время, всем прекрасного вечера, всем прекрасной недели, и у нас еще есть пару дней до окончания месяца, где мы с вами можем просто сделать невозможное. Всем успехов и до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok